здравствуйте уважаемые друзья утро за бортом минус девять с половиной градусов и собственно продолжение нашей темы о том что у нас происходит дальнобойщиками а происходит у нас следующее у нас собственно маятник ужесточений до репрессии я бы даже сказал ну хотя репрессия словно очень сильное но на какой-то мере отражает реальность маятник раскачивается вот это вот репрессивная составляющая увеличивается и что у нас происходит за последние несколько дней во первых парламенте жаркие дебаты главным образом на одной стороне поляна находятся консерваторы и блоки бекуа на другой поляне находится правящая миноритарная либеральная партия с примкнувшим к ней лидером синхом который является главой неодемократической партии канады его соответственно они между собой говорят по поводу того является ли политика правящего кабинета чрезмерной или не чрезмерной насколько они правомочны или не правомочная использовать столь жесткие меры как закон о чрезвычайном положении он же закон о военном положении напомню да что этот закон существовал точнее в том виде который существует с 88 года значит до этого момента он существовал с первой мировой войны именно как закон о военном положении собственно и поэтому там одно из моих прошлых видео называлось закон о военном положении я так усилил немножко имея ввиду вот эту историческую связь так вот а что происходит во-первых значит выступали представители правящего кабинета и говорили о том что они теперь проводят политику заставляя замораживать банковские счета всех тех людей которые принимали участие в маршах да значит выясняют личности кто собственно давал доны до пожертвования очень некрасивая история очень некрасивая статья вышла по-моему когда вчера или вчера по поводу одного из крупнейших донаторов которые из нью-брансуга который жертву пожертвовал людям 75 тысяч долларов и значит он владелец компании которые работают в связке с дальнобойщиками и он говорит что в течение многих лет они поддерживали меня работая со мной теперь я не могу пройти мимо поддерживая их в общем начали товарищи журналисты копаться в его биографии и на самом деле это очень очень сильно похоже на копание в грязном белье очень неприятно было читать тем более это выдавалось в очередной раз на наверное же не очень уважаемом здании как radio canada cbs corporation значит и ну понятное дело что они спонсируются государством они должны как бы отрабатывать свои деньги но это уже как бы опускание там ниже дна ему припомнили то что он являлся поддержка сторонником как бы политики трампа ему привязывают значит идеологию там супрематистов ну то есть как бы вот все ярлыки которые можно было повесить на это человека повесили да только потому что он пожертвовал 75 тысяч долларов людям которые принимают участие ему ему вменили то что он когда была первая волна пандемии использовал правительство правительственную программу для финансовой поддержки тех кто пострадал от пандемии дескать ай-яй-яй значит когда была возможность получить деньги от правительства он эти деньги получал а сейчас он не хороший такой человек идет против политики правительства ну то есть очень некрасиво реально очень некрасиво в моем понимании в демократическом обществе так быть не должно вот реально и соответственно если мы с вами говорим по поводу дальнейших историй то значит у нас поменялся глава полиции оттавы да он ушел в отставку сказали что он там чересчур мягкий и вместо того чтобы жестко значит давить протестантов он слишком с ними либеральничал в в интернете полно всяких разных роликов полицейских и военных которые говорят что ребята держитесь мы вас поддержим там и так далее против военных по крайней мере начало начато расследование потому что практически в любой стране мира насколько я знаю есть такое положение что военнослужащий при исполнении кто в армии реально находится он не имеет права обсуждать политические темы в армии армия практически во всех странах всегда должна находиться вне политики это вот жесткое правило да потому что армия это инструмент все . то есть как бы инструмент не может говорить высказываться на какие-то темы значит поэтому против этих военных служащих которые в интернете разместили свое мнение по происходящему да осуждение политики тридо против на них против не начато расследование далее что происходит вчера вчера собственно случились события которые меня побудили делать это видео это то что вчера были арестованы два лидера из трех этого движения и соответственно изначально не было никаких указаний почему это было сделано в позже вышла информация что это было сделано в связи с иском на 300 с хвостиком миллионов по 36 миллионов долларов к участникам этой самой манифестации и акции в отаве по беспокойству местных жителей помните там был коллективный иск состоящий из трех участников но опять же как говорил же типа жалоб было огромное количество но коллективные спадали вот три человека значит и соответственно в рамках исполнения этого собственно иска прав в рамках этого дела были арестованы два лидера плюс им там вменяет еще нарушение общественного порядка что-то вот такое значит буквально за пару часов до этого дама которая была арестована вчера один из участников я не буду вас грузить именами да это неважно значит она записала видео в котором она плакала и говорила о том что ребята на самом деле мне не важно что там будет произошло как бы происходить я не боюсь как бы это мои слезы и не потому что там боюсь как бы мне там страшно там и так далее я очень переживаю за все что происходит на значит на нашей стране я переживаю за судьбу этого протеста и мне мне вот обидно мне вот типа больно и жалко что все так происходит ее арестовали тоже да значит полицейские раздают активно всякие разные бумажки участникам демонстрации для того чтобы предупредить о том что в стране введено чрезвычайное положение точнее не в стране а в провинции оттаве быть будем точны и соответственно в провинции онтарио и в городе оттава и соответственно теперь люди должны подчиняться жестким требованиям полиции до требований прежде всего сходиться в ответ на это дальнобойщики ставят машину таким образом чтобы их нельзя было эвакуатором легко и вытащить то есть они как-то там змейкой как-то расставляют да чтобы вероятно не подцепить было вот эвакуаторщики говорят что тоже типа а мы не можем сейчас вокруг района курсирует больших количествах полицейские машины для того чтобы не давать возможность людям лишний раз там заходить в эту зону то есть да то есть как бы они пытаются ее изолировать от окружающего мира а не давать туда заносить продукты горючее вот начинают там какие-то разборки по поводу детей которые вместе с дальнобойщиками с родителями приехали или там с поддерживающими людьми приехали в оттаву значит то есть пытаются вменить отношение такое не как это не совсем совместимо с гордым званием родителей да что они плохо заботятся что они детей ставят такие не 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 человеческие условия что детьми так нельзя обращаться на эту точку пытаются давить но вот сейчас все вот происходит в таком вот ключе в таком формате в сми продолжают говорить по поводу того что значит надо уже расходиться что значит 4 недели манифестации тату матч что значит правительство по-прежнему значит считает их а выступает трюдо каждый раз и каждый раз он говорит эти нелегальные протестующие эти не то есть в его системе координат человек который говорит либеральную на секундочку партию канады либеральная значит люди которые вышли на мирный протест они являются нелегальными протестующими незаконными то есть у них есть по конституции протестующих у них есть право выступать но глава государства возглавляющий по смешному стечению поставить либеральную партию выступающие за максимальную свободу в отношении всего либералы это люди которые выступают за свободу так вот глава либеральной партии говорят о том что ну они не легалы они вот нелегально собирающие как бы они нарушают порядок там так далее то есть что решает порядок это понятно да но вот то что они нелегальные протестующие это конечно это да это это И вот, собственно, если мы говорим про дебаты, в парламенте консервативная партия выступает, они говорят, ребята, вы приняли в действие закон о чрезвычайном положении, он же в прошлом закон о военном положении, и каковы мотивы, что случилось? В истории Канады этот закон, в прошлой его инкарнации, принимался три раза. Во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны и во время волнений в Квбеке в 60-х-70-х годах. Где соотношение того, что было тогда, и насколько этот закон применялся, и тем, что вот сейчас в Атаве парализован центр города с административными зданиями, и в крупных городах проходит регулярно по выходным марши протестов. Где здесь основания для того, чтобы наделять премьер-министра Канады диктаторскими полномочиями? Напоминаю вам, что диктатор, это понятие из Древнего Рима, диктаторами в Древнем Риме назывались люди, которые получали неограниченные права на управление страной и государством в период военных действий. Ну, как бы, кризисное время для страны, необходимо было максимально сократить бюрократические цепочки для принятия решения, и поэтому кого-то наделяли кратковременно, кратковременно функциями по управлению неограниченной властью по управлению страной. Эмерженси акт, он тоже временный, он на 30 дней включается. Тридо уверяет, что у него все основания, потому что действия протестующих парализуют страну, экономику, угрожают благосостоянию и так далее. На этом основании он вводит этот самый акт, и как только все это дело закроется, он говорит, что, типа, в ближайшие дни мы все это дело отменим, да, потому что этот самый акт, он может быть как принят, так и так же быстро отменен, да, то есть его очень быстро могут отменить. Но, как бы, никто не понимает вообще ни логику, ни верит на самом деле тому, что говорит Тридо, потому что он ведет себя как такой политический флюгер на самом деле. Но в чем он стабилен, это в том, что он не признает проблему, он не признает проблему, он встал в позиции человека, который все отрицает и продолжает называть людей, уже миллионы людей по всей стране, маргиналами, только потому, что они не согласны с его политикой. Вот в чем проблема, вот в чем беда. Ну, ладно, на самом деле, дальше уже будет лирика, мы на этом можем тратить еще много-много времени, из пустовых порожних переливать. Как бы, я вам хотел рассказать о фактологической составляющей, да, о событий на конве, что у нас происходит, как разворачиваются, значит, события. Протестующие не собираются расходиться, протестующие тверды, они говорят, мы будем стоять до последнего. Протестующие марши в крупных городах, они тоже не прекращаются, и вот на этих выходных, опять же, люди собираются и в Атаву ехать, поддерживать предстоящих. И в Монреале вроде как планируется, и часть в Виль-де-Квебек, если мы говорим про Квебек. В общем, все продолжается, да, но вот все с одной стороны продолжается, а с другой стороны федеральная власть, она вступила в историю, потому что до этого момента это были полномочия провинциальной власти разруливать все эти проблемы. Федеральная власть вступила в игру, и она вступает в игру в такой вот жесткой форме. И еще хотел сказать, да, что по поводу прошлого видео насчет военного положения, что, опять же, по крайней мере, пока Трюдо говорит, что мы не будем использовать реально военных, а не имеет права использовать военных, да, мы будем полагаться прежде всего на федеральную полицию, потому что этот закон, он подразумевает, что ты можешь использовать все подручные средства, кроме провинциальной полиции, муниципальной полиции, там и так далее. Это можно делать только с согласованием властей провинции. Но вот что ты можешь делать и использовать в качестве инструмента, так это федеральная полиция, федеральную армию. Он говорит, что пока армию мы использовать не будем, мы пока будем разбираться с силами федеральной полиции. Для того, чтобы разгонять людей, арестовывать, блокировать их счета Для того, чтобы провести расследование по поводу, кто кому что там сказал, сделал Насколько это было в рамках законов общественного порядка и так далее И, соответственно, наказывать для того, чтобы привести страну к тому состоянию, какая она должна быть, по мнению Джатин Теду Весь мир наблюдает, весь мир в шоке, потому что образ Канады, как самой демократичной и либеральной страны в мире Благодаря главе либеральной партии Канады полностью в пух и прах разбит И я не знаю, сколько потребуется времени для того, чтобы восстановить утраченную репутацию Да, всем откланиваюсь, всем отличного дня и счастливо! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok